Здесь у нас разбавитель для масляных красок. Кисточку там не моем, не промакиваем. Только берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла берильца, сделала сметанный замес. В живописи масло мы делаем сначала то, что сзади, потом то, что заслоняет. Сзади небо его заслоняют, горы, ну и все остальное заслоняет дальше. Небочка у нас голубенькая. Можно сказать, немножко и синенькая, да? Вот я взял больше синего, а вот здесь больше голубизна. Взял деликатно, не горку краски, да? Растолок. Чуть-чуть разжижил. И сейчас полностью избавишься от белого. Короткий настойчивый штрих. Кисть лежит по отношению к холсту. Изначальное положение кисти вот такое. Из этого положения. Короткий настойчивый штрих. Полностью избавишься от белого. Хорошо? Давай. Нормально. Нормально. Теперь остановись. Отложила вот это. Очень хорошо набрала. Взяла мастикин. Немножко раздавила красочку по холсту. Раздавила. Внизу у нас какие-то газы ткани, да? Такая газовая ткань. Создадим идею этой ткани. Штриховательно. Укладывательно вдоль. Штриховательно поперек. Вот такие, вот такие настроения. Просто присутствие лежачей плоскости и заодно ткань на плоскости. Просто вот раздавливая, расштриховывая, раздавливая, расштриховывая. Создашь идею вот такого дыма. Хорошо? Хорошо. Вот здесь у нас теневое пятно. Ты чуть-чуть добавишь больше розовизны. Может быть тоже синечки чуть больше. Плюс чуть-чуть коричневизны. У тебя появится сложный, очень приличный для теневого пятна цвет. То есть мы опять же взяли фиолетовость плюс коричневизну, да? Потому что тепловат. И под кладку под будущие цветы положишь вот это теневое облако. И под цветы и тень, да? Да, вот оно. Вот оно. Вот оно у тебя ляжет вот такой расштриховочкой. Хорошо? И под букет тоже ляжет. Расштриховочка сама по себе прикольно ложится и вкусно звучит. То есть не просто кистью мутату какую-то нагнать, а даже уже немножко, как бы вот такой брутальненький ход мысли, ход письма. Хорошо? Давай. Расщупай. Так. Ну может быть, может быть. Хотя вот опять же густовата краска где-то. То есть чуть-чуть, чуть-чуть. Ну смотри, вот давай расщупаем именно вот такую укладку. Смотри, ее не слишком много. Это мы еще подложим. Но нам бы сейчас положить вот так ее. Не так густо, не так... Не так конечно. Расщупай вот это. Вот, вот. Ну добери красочку. Давай посмотрим. Долго не мусоль тоже, да. Положила, за новой краской сходила. Ну это понятно. Вот лучше вот так. Всю-всю-всю картиночку наполни. Ну где чуть темнее, где чуть светлее. Нет, нет, просто забываем бить. Так, смотри. Вот интересный тоже момент. Только что я показывал вот это держание кисти. И вот этот короткий штрих. Держание кисти изменилось на вот такое. И на длинный штрих. Значит у нас задача совсем другая. Собственные навыки отлагаем. И усваиваем новые. Хорошо? Короткий настойчивый штрих. Из этого положения, как цветочек. Лежа к холсту кисть. Давай. Пряпочка. Значит, возьмешь потом. Значит, здесь у нас с тобой разбавитель домашней красоты. Кисточку там не моем, не промакиваем. Только берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость. Взяла белильца. Сделала сметанный замес. В живописи масло мы делаем сначала то, что сзади. Потом то, что вблизи. Сзади на картинке ты видишь голубое небо. Взяла. В данном случае вот синечка. Можно сейчас и голубой. А, вот и голубой. Можно голубой добавить. То есть, передо я брал немного. Не так, что горку краски одной, горку другой перемешал. Нет. Добираю по мере. И полностью избавишься сейчас от белого. То есть, создашь среду обитания всего того, что там есть. Это будет среда. Потом в эту среду мы уже занесем все остальное. Хорошо? Давай. Короткий настольчивый штрих. Лежачий. Да, да, да. И все. Поехали. Ну, хорошая. Хорошая. Давай. А, дай мне развертый. Что-то у меня не очень получается. Смотри, смотри, смотри. Там это... Улиплось? Тинистовое облако скорее вот здесь. Не надо его сильно. А я поняла, что подсыпали. Не надо его сильно размаживать. Значит, немножечко пальцем края и успокоишь. Хорошо? Так, дальше. И убрать из-подсвета. Все, все, все. Остановись. Значит, теперь возьмешь голубой, возьмешь желтый, получился зеленый. Да. Плюс коричневизна, получился темный зеленый. Вот этот каркас темного в картине, вот этот партук из зеленой массы цветов, сделаешь прямо пальцем, пальцем. Покажешь ножки этих цветов, да? Вот туда-туда-туда. Где-то там тоже и листик подмялся. Прямо вот так пальцем. Хорошо? После этого чуть-чуть вытерла под будущий цветок. Чуть-чуть. Взяла белильца, взяла чуть-чуть розови лица, чуть-чуть желтый лица. И будущий цветок, вот так тоже пальцем, наберешь негустой краской. Обратите внимание, краски немного. Правда? Нет. Вот ее прямо немного. И вот по форме вот этой чаши цветка. Хорошо? Значит, то и другое осуществить. Ну и другие цветки тоже. Так. Значит, на заднем плане у нас небо. У нас облаченники. Взяла белильца. Может быть, сразу взять чуть-чуть розови лица. Чтобы они уже несколько отличались от других предметов. И не обязательно даже делать вот то монументальное крупное облако, которое оказалось на картинке. Можно сделать свой наборчик облаков. Посмотри, что делаем. Значит, метнуло вещества. Вытерло и придавило. Вот полоса поднимается. Подмешивается. Ну, как-то ее преодолеть. Деликатной упаковочкой. Хорошо? Вот. Попробуй эти облака. Можешь попробовать здесь. Все равно у нас здесь будет другое. А потом зайти наверх и уточнить эти облака. Вещества давай положим с тобой столько, чтобы вот этому инструменту, мастихину, было кем заняться. Посмотри, сейчас ему толком нечем заняться. Мало вещества, световато. Да и вот этот продрис, она не самая вкусная. То есть мы добавим вещества. Еще раз пройдемся. И потом мастихином раздавим красочки в такое мерцательное состояние. В разных направлениях раздавливая, сделаем мерцание. Можно сразу добавить белью и под линию горизонта, которая более светлая, добавить немножко разбеленности. Сначала кистью, потом все это вместе раздавить, раздавить в мерцательное состояние. Хорошо? Давай так. Ну что, настроилась? Ну что, настроилась? Вот такая я, например, опять взяла кисточку, не по-человечески. Смотри, смотри. Любовненько. Так, как будто у тебя в руках черенок цветочечка, а не что-то такое, понимаешь? И любовненько. Но только не вот это вот. Хорошо? Категорически нет. Давай. Чуть-чуть разжижай. Благи возьми. Голубилками избавиться от белого. Хорошо? Можно вот даже синюю. Здесь ультрамарина, пожалуйста. И хорошо. Темнее? Не знаю, стоит ли. По-моему, здесь хорошая фанамира. Сумеречная. Давай, избавляйся полностью. Молодой чай, давай. Так, ну чего, культурненько, умненько, молодцом. Единственное, что постарайся уйти от этих маканий. Хорошо, хорошо. По форме очень хорошо. К моделированию лежачим пальцем. Лежачим. Моделирующим. Он даже особенный и не прыгает. Он взял какую-то красочку и моделирует. Хорошо? Нет, вот не торчайся. А вот этим прям местом. Вот этим. Лежачим. Какая у тебя задачка? Такая же, да? Продолжаем. Хорошо. Хорошо. Основные цветовые. Это и желтый, и розовый, и коричневый. Все их замешаем, чтобы у нас они уже везде, на палитре, все варианты оттенков были. Это все те же, которые мы вчера использовали. То есть, надо чуть-чуть розовее, надо чуть-чуть желтее, надо чуть-чуть коричневее. И опять наполняем содержанием мягенько. Уже более опрятно работаем. Уточняем. Кое-где мигай. Небольшой розовиночкой. Прям просто мигай. Кое-где. Ну, мы знаем, что носик обычно чуть-чуть больше розовит у человека. В районе губочек может чуть-чуть больше розовинки быть. Здесь, в этих пространствах, может быть слегка такая заплаканность розовая. И вот она, лежачая кисть. Коротенький штрешочек. Наполняешь, наполняешь содержанием. Почему она немножко не похожа? Это... Я не понимаю, почему. То есть, я не понимаю, где-то. Это надо продолжать уточнять. Уточнять, пока не будет похоже вполне. Понимаешь? То есть, это же так, что вдруг не полароид. Ну да, но это иногда понятно, что глаза не терят. Там у нас губальная проблема. Это непонятно. Ну смотри, вот у нас глаз пока состоит из всего лишь нескольких звуков. А там звуков побольше, да? И вот если мы хотя бы перечислим те звуки, которые там есть. Вот скажем, теневой лоскуток вот здесь. Потом теневая щеночка вот там. Светечек вот здесь. А у нас там ничего еще нет. То есть, как только мы многое перечислим, много будет и схожести. Но начни не с узловых моментов, а распишись, грубо говоря. Распишись в местах малоответственности. Давай. Ну так стоит поступать, когда настоящий художник поступает к картине, он вначале еще не вне под нее. А так он начинает там, сям, сям, прям и уже немножечко. Значит, ты видишь, что они слишком круглые. Значит, делай их более острыми. Давай посмотрим как. Как-то так. Можно, скажем, фоновым пятном подрезать их. Вот взять фоновое пятно и обрезать то, что там. А это наоборот чуть-чуть вытянуть. Логично? Угу. То есть, что это вот? Да, вот такое. Откуда это вот? Хоризонтема. Даже и у хоризонтемы, наверное, не только так. Вот цветка. Вот. То есть, я к тому, что... Откуда этот нарочитый... Не знаю. Где-то лепесток и вот так смотрит, да? Вот в этом направлении. Правда? Да. То есть, ну, чтобы как-то... Да, то, что вот кучка собралась. Ну что, слава пока, да? Давай все-таки вот сделаем внятное облачко и увидим для себя. О, это похоже на облачко. Хорошо? Ну что, это пока комья. Облака бывают как комья. То есть, просто одно какое-то такое. Ну, хоть как-то вот для себя выясним. Да? Похоже. Хорошо? Ну что, ну, комья. Сверху облачочки более выражены, снизу чуть-чуть подрастворены, то есть немножко тают в пространстве. А сверху выражены, снизу чуть-чуть тают в пространстве. Это можно и пальцем вспомнить. Это можно и пальцем вспомнить или... Значит, поняла. Идея в том, чтобы верх более выраженный, низ более тающий. Хорошо? Давай. Ну и какая-то конфигурация, кроме куска латы, чтобы еще какой-то закрутелик был. Вкусненько, вкусненько. Очень-очень. Наполняй. Может быть, слишком светло. Там нет прям такой белильности. Скорее белильность вот здесь, притопчи. Причем, в том числе, вот этим цветом. Притопчи. О, ну так смотри, сразу шкультуру мультуру. Ну, я так особо часто бабушек не разглядывал, поэтому, само вспомни, щечки обычно желтоватенькие, да? Ну, такие, лобик часто такой желтоватенький. А какие-то островные места, типа носиков, может быть, подбородок. Ну, я не знаю. Ну, а занято, что у вас желтоватенькие? Да вот даже на себя пойди. Ну, ты, понятно, что не бабушка. Пойди, посмотри, где у тебя краснит. Потому что у бабушек примерно то же самое, только больше желтоты. Так, хорошо. Хорошо. Значит, сейчас возьмем мастихин. И сначала попробуем... Ага, маловато. Маловато краски. Значит, удвоить вещества. То же самое, только вдвое больше. Ровно вдвое больше. Хотя укладку сделала очень хорошую, для другого случая было бы идеально. Но в данном случае просто прибавить вещества. Давай. Не спотлевать, а раздавить. Но уже стало слишком вязко. И, соответственно, сопротивляется этому действию. Значит, с большим разжижением, вторгнуться туда, распределить это. Разжижить, распределить. Хорошо? Очень вязко набрала. То есть, слишком сухо. Не хватало разжижения. Ну, и это очень хорошо, что ты столкнулась с этой задачей. Потому что в домашних условиях тебе показалось, что же не так. А не так, например, это. Значит, порасжижить, пораспределить ее по холсту. Ее слишком много здесь залегло. То ее не хватало. Теперь ее слишком много. И тогда она прекрасно распределится. Значит, всю краску перенесить на... Да, да. Так. Значит, нам теперь нужно поменьше шероховатости вот этих. Более плотно, вторым слоем, меньше нажимая, больше как бы распределяя краску. То есть, то ты нажимала, и вот она полосатая. Теперь она без нажима и будет не полосатая. Хорошо? Давай. Все равно короткий штрих, не надо длинный. Слишком пустой кусок. Смотри, какая она выдавленная. Видишь? А это уже... Ну, оно могло бы быть. Как вариант в живописи это возможно. Но все-таки постарайся вот этот способ освоить. Потому что он очень-очень сладенький. Эти облачки прямо... Не созывайте, смотри. Кажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Это вот так. То есть, нам сейчас нужно только распределительное положение вещей. Ни шпатлевочное, ни нашпатлевать картину густой краской. То есть, как вариант, такое тоже есть в живописи. Но нам нужно сделать вот эту задачу. Вот эту. Вот эту. Распределительную. Расштриховывательную. Можешь это сдавать сюда, морю пригодится краска. Можешь прям поздавать в сторону моря. Распределительно. Расштриховывательно. И нам желательно, чтобы здесь было чуть темнее. Значит, добавить теперь темности в верхней части картины. Темности, блести, как зеницу ока. Поняла? Розовиночку. Можно плюс легенькую коричневиночку. Смотришь в меру. Ага, вот такой грязноватый, голубоватый цвет. Да? Боры у тебя где-то здесь. Но ты их начнешь делать где-то вот здесь, чтобы освоить идею написания набора вот этой скалистой массы. То есть, смотри, вот я прямо заставляю красочку с края ее быть сброшенной. Да? С мастихина. Вот прямо вот с края мастихина. Мало того, там есть еще какие-то грани, которые просто даже вот таким укладыванием произвольным по форме скалы будут формироваться. Прикольно? Значит, ты здесь сейчас, здесь, здесь. Тренируешься, чтобы потом здесь положить на чесновую. Хорошо? Давай. Так, 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 так. Не, 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 не. Нас интересует не полосатая. Это как забор. А нас интересует укладывательное. Укладывательное. Короткий штрих. Разве когда-то мы делали хоть раз вот это движение? Вот кому-то я посоветовал. Вот так прямо. Ходи вот. Ты, может, и делай, когда я не досмотрел. Но так делать категорически нет. И, посмотри, я же борюсь с другими. Именно с этим. А ты прямо стоишь и делаешь то же самое. Все-таки вот эти вот кричащий характер категорически надо убрать. Убрать именно кричащий характер. Прямо входив то же самое, что там есть. Просто красочка будет чуть плотнее. Чуть-чуть только высветляешь. Не перекрашиваешь на другое. А чуть-чуть только начинаешь уточнительный характер действий. Потому что вот теперь с этим бороться придется. С этим бороться придется. С этим бороться. И с этим надо побороться сейчас. То есть в эту тишину войти на втором сеансе иногда бывает очень тяжело. Надо войти в ту тишину, которая здесь создана. И вот эти крики сейчас прекратить полностью. Так, подожди. Опять будет. Значит, сначала распределить кистью. Распределить. А потом растовтать. Не вот это распределить мастихину. А мастихину просто уложить краску. Просто уложить потом красочку. Придавить. Ну и не пытаться вот это теперь растянуть туда. Значит, намочить холст. Буквально намочить. И мастихином просто придавить краску. Расштриховать. Это очень хорошо, что она пушится. Вот этот бахромат как раз и штрихует. Укладывает. Распределяет. Именно вот этот бахромат. Теперь добавила белилец. Розовилец. И по нижней части прошлась. Поднимая вверх. Розовизу. Хорошо? Может быть, даже еще чуть-чуть ниже. Там, аж вот сюда заходит. Смотри. Потом периодически вытираешь кисточку. Когда накидала, накидала, накидала. Потом вытираешь кисточку. И мягко, не придавливая, по макушечкам касаясь, распределишь. Хорошо? Хорошо? Значит, держим его. Во-первых, чик... А, как-то мне? Ну, лучше сначала дать чуть светлее, а потом уже утемнуть. Хорошо? То есть, замешала. Как нож на кухне. Простой человеческий нож. Только этот нож удобен для укладки краски. Поняла? Вот, вот мы его держим вот здесь. Вот он. Вот он, рабочее состояние мастихина. Пальцы хорошо чувствуют, что происходит там. Не как топор, не еще как-нибудь, не вот так как-нибудь. А вот. Держим и тренируем укладку. Значит, ты сейчас не... Ну, можешь края тоже поделать, но лучше поделай вот этот пик, потому что тебе его предстоит сюда положить. То есть, ты его здесь тренируешь, вот здесь, чтобы туда положить. Значит, когда тебе нужно, допустим, лепесток выдвинуть на пространство, которое заняли листья, ты можешь сделать вот так. Просто изгоняя краску, выдвинуть лепесток. Потом на это место положить, собственно, вещество и цвет самого лепестка. Хорошо? У этих цветочков есть еще более смуглые теневые места. Более смуглые теневые места. Это и розовинка, и желтинка. Вот такое что-то. Вот такое. Можно плюс коричневиночку чуть-чуть. Можно даже эту сиреневинку, которая у нас в фоновом пятне. То есть, теневые места есть, да? То есть, тень, как каркас, держит картину. Вот подложили чуть-чуть теневых. Наваливаем желтоватых, кремоватых, световых. Теневые недолюбливают густую краску, световые любят. Но меру соблюдаем. То есть, постепенно выходим к густой краске, не сразу. Хорошо? То есть, имея ресурс на дальнейшую укладку еще более густых. Хорошо? То есть, сначала кладешь меру некую, чтобы потом мочь еще доложить. Вот в этих местах поступаешь так. Например, сдала красочку у края. Сдала. А там осталась теневая. И движение листа видно туда-внутрь, да? Туда-внутрь. Туда-внутрь. Это понятно? Понятно. Следующий, допустим, какой-нибудь еще лепесточечек. И он тоже так же. Съедобно? Сюда какой-то лепесточечек. Но не такой уже яркий. Вышел. Есть там такое, да? Ты видишь схемку? То же самое и с другими. Сначала чуть-чуть подтираешь под него, чтобы там не было лишней краски. Потому что теневая недолюбливает краску. Угу. Давай. Так. Все. Нормалечечек. Доупаковать. И начать упаковывать архитектурку. Сначала ты эту архитектурку с легкой сиреневинкой. То есть, после того, как ты там облачка доупакуешь. Сначала с легкой сиреневиночкой. Чуть-чуть обозначишь. Прямо мастихином. Прямо мастихинчиком вот эту архитектурку. Несколько акварельный характер задавая вот этому дальнику. Причем вот эти вот густоты краски, которые накапливаются. Пускай живут пока. То есть, это как вчерашние картиночки у нас. Вот эти густоты. И ты прямо вот так, вот так, вот так укладывая. Создашь идею дальнего, но как бы мутноватого дальника. Потом мы меру прописанности определим, когда накидаем передний план и увидим, насколько нам нужна или не нужна прописанность дальника. Хорошо? Давай. Значит, сначала облачка. Так, ну закидало. Хорошо. Сейчас я хочу нахладить его чуть-чуть. Нарочитые рядочки. Лежачие, лежачие, лежачие плоскости. Укладываем. Ну, пусть будет ручей. Укладываем по такой технологии. То есть, по горизонтали. И еще и чуть-чуть чирки а-ля травка. Чуть-чуть вот такие чирки. Чуть-чуть. И нарочитая горизонталь. Здесь чирки. Рядочками. Рядочками по горизонтали. Все должно выразить лежачий характер плоскости. Давай. О, сразу все пошло, да? Ну, отлично. Так. Это же уже твое, да? С шиком. Нет. А это? Это же твое. Это, по-моему, твое. Нет? Очень-очень вкусно. Молодцом. А кисточки нет? Или как бы нужно все... Сейчас. Кисточку здесь толком больше негде применить. Очень хорошо началось деревья. Просто шикарно. А ты с Мастихиным уже общалась, да? Ну, потому что это шик. Это шик. Так, хорошо. Единственное, где мы кистью действительно еще подучаствуем, это в морской этой среде. То есть возьмем чуть гуще, чуть бирюзовее и прямо лежачку воды, вот нарочитый лежачий характер плоскости укажем. Хорошо? Единственное, вот рановато ты сюда пошла. У нас же здесь, собственно, море. Значит, вытереть тряпкой, возьмешь грязную тряпочку, вытришь и упакуешь здесь плоскость моря. Наверное, и это вытри. Сама укладка очень хорошая, но ты нарушила композицию. Там все-таки залегло вдоль линии горизонта, да? Вдоль линии горизонта, а здесь только чуть-чуть сдвинулось к нам. Поэтому сотрешь, сотрешь именно вот эти куски и загонишь сюда вот эту вот лоснящуюся множеством колебаний, да, морскую гладь, вот ровную, как стол. А чего желтый? Значит, розовый. Я же предложил розовый. Значит, желтый предваряет розовый. Если ты желтый положишь сам по себе, будет зеленый, невкусный цвет. Будь внимательнее. Я именно розовый предложил положить. Давай. И потом деликатенько начинаешь поднимать. Иначе вот это вот зеленый. Ну, куда это годится? Нет, 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 нет. Пошло, пошло. Стала лепка. Не хочется быть темным, темным здесь хочется. Ну да, темный. Нет, темнее больше нельзя. Оно не такое глухое, темное. Этот темный не равен этому. Вот этот темный не равен вот этому. У нас именно зрачок должен быть таким темным, чтобы прозвучать. Здесь как будто, знаешь, как креветочные глазки. Когда вот прямые черненькие все. Вот они черненькие, а все остальное тише. Мера светлого тоже. Вот он тише, чем свет. Но он там еще тише. Просто потому что было черное. Но он там еще тише, и это стоит показать. Плюс эти. Складочки. Тише еще. Вот эти пятна. То есть, если ты точно соблюдешь меру темности, у тебя будет максимальная сходка. Ну, так же, как и мера светлого. Причем, вот так называемый характер, это будет больше зависеть уже от высших сил, от ангела-хранителя этой картины. А твоя задача максимально ремесленная задача. Ремесленная задача в данном случае в большей степени состоит. Ну, конечно же, и в линейном рисунке. Но в большей степени состоит именно точность тоновой. Чем больше будет, чем выше будет эта точность работы в тоне, тем более будет похож образа. Ну, нормально. На тебе одну кисточку для светлых пятен, другую для темных. То есть, ты сможешь теперь темные пятна и светлые разными кистями. Давай начнем. В нашей картине очень много розового. С него надо начать. Взяла жидкость, взяла белило. Значит, кисточку там не моем, не промахиваем, только берем жидкость. То есть, это не вода, это разбавитель. Сделала сметанный замес. Взяла розовый. Пока только розовый. Даже если ты видишь там легкие оранжевости, пока положи просто розовый. Хорошо? Розовый. Полностью избавиться от белого. Давай вот до этого уровня, но здесь полностью. Избавиться от белого. Потом, смотри, вот этот остаток белого, там мало, но он не так крутит. То есть, его еще привели. Иногда можно поступать как уменьшить. Уменьшить за счет вот этого века опустить здесь соединить, понимаешь, вот это вот половина. В порядке. А так приложила и разрабатывала. так, ну ничего, ничего, человек разумный работает. Хорошо? Да, разумный. Ну, покеж, покеж, покеж. Дай мне. Ага. Так, все разумненько, цветик хорошо. Ну и светленький теперь. Ну вот светленький сейчас попробуем. Чуть, может быть, в пользу. Желтил и розовил. Вот они, вот они, вот они. Вот такие, вот такие. Мерцательные там. Правда? А ну-ка себе. Лежачий палец. Что, облака не пошли? Да, что-то мне плохо. Ладно. Давай, чтобы ускорить процесс, не будем этот прием использовать. Ты его потом потренируешь. А сейчас просто возьмешь и создашь некое облачко. Хорошо? Можешь такое, как там. Просто лежачей кистью. Вот так, лежачей кистью. Модерировать ему. Создашь. Просто этот прикольный приемчик, ну, не пошел просто... Как-то они там времени у нас не хватит. их просто как-то как будешь, я их не вижу совсем. Надо было просто какой-то произвол из облаков сделать. Пошел. Угу. Лежачая кисть. Угу. Хорошо. Хорошо. Можно тут же себе чуть-чуть поддать вот таких настроений на переднем плане, чтобы сразу, допустим, допустим, это не обязательно прямо сейчас было бы делать, чтобы обозначить, что здесь существует торчачее что-то вот такое. Прямо где-то, где-то чуть-чуть вот эти торчачие моменты подбросить. нарочито лежачий характер. И вот эта густота краски даст вот это лоснение. Хорошо? Угу. То есть, бирюзовенькие, если надо, сейчас еще поддавим. и прямо вещества. Зачеркнуть. Зачеркнуть. Хорошо? Давай. О, Умонька. Ну, ты, я думаю, сама ощутила кайф, что, оказывается, растяжку сделать можно, да? Почему не желтый? Он сразу становится зеленым. А вот когда ты положила розовый, теперь в эту среду вогнать желтый можно. Но нам здесь не нужно загонять желтый. Здесь желтый ляжет мастикином в густом москопе. Ты видишь даже его, да? Так, хорошо. Теперь возьмем что-нибудь розовое, синее. И вот эту линию дальника наполним веществом. И начнем саму арку. в районе середины, в районе середины, да? Вот эта вот нога арки. Чуть смещена вправо, да? Значит, середину найти не трудно. Чуть смещена вправо. Вот из-за этого положения мы сразу могли, можем чуть-чуть уже выйти, да? Наверх. Вторая часть практически отделяет пополам вот то пространство, которое осталось. Подняло. Примерно сюда подходит к краю вверх. То есть, я делаю нарочито уже, чтобы иметь возможность уточняться вширь, наблюдая, не зашел ли я далеко. То есть, расширяемся, то есть, как если бы мы человеческую фигуру делали, мы бы дали сначала некую ось, а потом бы эту ось немножко бы расширяли, пока не дошли бы до разумных пределов. Так же и здесь. До разумных пределов выходим, озираясь и увеличивая. не сразу край показали, а некую ось, которую увеличивая, все больше и больше уточняем. Хорошо? Давай. А вот эту нижнюю пока не трогаем? Набрать его, просто набрать. Потом густые желтые мазочки. Просто набрать вот эти уже. Припачкать. Красоту, какую устроила. Молодцом. А теперь это же туда. Вот это же, вот это красивое, но сюда теперь. Хорошо? И быстрый, примерный вот этот вот силуэт. Белила, пока не торопись. Почти вкусно, но не совсем. Это сбреешь, распределишь сюда. Хорошо? Но вот это было очень вкусно. Очень. Чуть-чуть дай мне сначала показать идею этого снега. Так, Теперь голубилку плюс розовилочку чуть-чуть. То есть это не откровенный синий. Ну да, да. И то же самое. Зашла отсюда. Дошла до линии, до границы. и когда уже с ней состыковалась, начинаешь чуть-чуть вытирая, меньше нажимать и распределяя. Меньше нажимая, распределять. И так все меньше и меньше нажимая. Хорошо? Давай. Ну, дай бог, чтобы всем так не получалось. Как раз очень неплохо. Вот это же не могу. Ну вот это и вот это неплохо. И это тоже неплохо. Я не могу и вот это вот понятно, что сразу не можешь. Яркость, светлость. Ну, это на самом деле хороший результат. Так, поскольку это хороший результат, давай сейчас займемся еще и кувшинчиком. У стекла есть собственный цвет. Поэтому если ты легкую зеленцу плюс рефлексии зеленого к нему пристроились, если ты легкую зеленцу сюда подпустишь, уже будет ощущение стеклянности. Муть, увенчанная бликом, можно сказать так, равно стеклу. Некая муть, вот допустим, уже есть. Увенчанная бликом звучит как стекло. Правда? Единственное, что мы чуть-чуть усложним эту историю. дно стекла тоже имеет какой-то цвет. Там толщина стекла, да? Можно в голубоватость зайти чуть-чуть. Можно рефлексы какие-то. Вот этот же блик насквозь прошел и там тоже оставил блик. Но уже не такой силы, как тот, который на поверхность стекла лег. Там целый набор бликов, поэтому можно и еще где-то метнуть настроение. Но мутное и бликующее. Правда? можно легкой даже сиреневизны, поскольку сиреневизна из фонового пятна тоже поучаствовала в цвете стекла. Логично? Значит, муть, увенчанная бликом, равно стеклу. Позаниматься формой и мутностью пятна. Ну, а заодно вот эти ноги тоже мутно. Тоже пальцем. Прикольно? Еще и кругло. Правда? То есть у нас как бы нечаянно происходит круглость. Ну-ка, давай, в таком случае. Как собака половина. Съедобненько. Очень, очень съедобненько. Молодцом. Так, ну, давай нашвыривать перферийник. Значит, да, возьмем белильца, чуть-чуть краснильца, даже не розовица, краснильца. И вот это вот, да. Оно подвергнуто тоже небу, но солнце сделало его более оранжевым. А вот в тенях у нас останется синька. То есть это то, что то, что то есть небо дает рефлекс на все предметы солнечный день. Вот. И они синенькие. но солнце высветляет предметы делает их с оранжевинкой. Вот мы сейчас сделаем с оранжевинкой то, что не попало на свет, то, что попало на свет, а теневая останется голубоватой. И уже этот голубоватый мы будем уточнять. может быть добавим сиренелизм ему чуть-чуть утемним. То есть вот прямо теневую вот эту вот подсунем. Можно больше дать вот этих вот жилочек теневых и соответственно солнечных зайчиков. Это будет вкуснее. Если она будет чуть-чуть оттопыреннее. Чуть-чуть оттопыреннее вот эти вот. Того, что здесь мало, можно увеличить. Увеличить. И это будет красивенько. Вот там маленький закрутелик вышел и дал тень. Сделать его большим и усилить от него тень. И это вот эти косые тени очень прозвучат. Плюс зелень желтый плюс голубой желтый плюс голубой и намечишь лежачей кистью будущую зелень. То, что белое, вообще пока не надо. Да, вот эти конца. Да, сверху навалим. То есть мы сначала то, что сзади, потом то, что заслоняет. Здесь у нас теневая, а потом на нее навалится зелень. давай. Давай. Так. Угу. Давай каркас темного дадим. Темное, темное, темное. Ну и плюс немножко темночка здесь. То есть больше в пользу синего. Зайдем и нашвыряем этот каркас темных пятен. То есть чтобы он уже сковал картину внятным рисунком. достаточно. Да, да. Ну, там мера, мера некоторая. То есть вот он, наверное, это. То же самое вот здесь его очерчивает это деревце. Прямо чуть не откровенная синька. Не, 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 накинуть. Чуть-чуть накинуть. Ну, чуть-чуть до этого. Чуть вбок. ушло дерево. Не надо куда в центр его. Чуть здесь. Давай. Значит, темный каркасик. Очень вкусненькие звуки подбрасываешь. Так. Вода у нас абсолютно лежит. У нее нет этих горочек. Поэтому покажем ее абсолютное лежание. Дай, кае, зайду? Угу. проще всего вот таким путем. Но если этим путем не получается ровно, часто то в крив, то в кольт получается, если вот этим путем не получается, то стоит положить кисть на холст и потянуть. Легче добиться ровности. Плюс у нас там чуть темно и светлее становится сюда, ближе. ровно. Значит, если что, вот этим движением, но можно вот этим вполне, если получается ровно. То есть вот это лоснение краски, особенно с учетом того, что мы собираемся мастихином сработать, будет очень уместно. Вот. И на передний план в пользу розовизны. То есть будешь припачкивать вот этот цвет розовизной и уложишь уже здесь с розовиночкой, которая вот здесь прямо внятно участвует. Давай. Значит, ровно как стол. А после этого уже тоже? А после этого будем накладывать, да. То есть после этого характер прикосновений, я сейчас тем же цветом, что и море, но просто характер прикосновений покажу. Это будут лодочки, которые заслоняют друг друга, столпились там. Крупные лодочки здесь. Их будем разрабатывать, разрабатывать, разрабатывать светлые места в них, темные места в них. То есть будем буквально разрабатывать. Так, Хорошо, по коже. Чуть пониже. так, ну, отличненько. Теперь возьмем мастихи, как все нормальные люди. у нас много оранжевого внутри этой арки. Прямо откровенного оранжевого. Наполним этим оранжевым, поскольку он там основной цвет, наполним вот это все пространство геометричного характера укладкой. Логично? Геометричного. Потом возьмем синьку с розовинкой и начнем подкладывать темности. Темности. Хорошо? Немножко пройдешься и здесь тоже мастихиновый характер укладки подсунешь. Да. Мастихиновый характер. Где-то вот такие звуки вертикальные, где-то горизонтальные. Тоже будет хорошая прибавка. Появится вот эта мастихиновая укладка. Можно сильно не задерживая и вот это подложить. Откровенно желтый оранжевый цвет. Хорошо? Понабросай. Колонну пока я как бы ничего не ничего. Нет. Ты уже что-то прорисовываешь. Ну, как бы сначала пятно, а потом разработать. удастся. Угу, Ты очень быстро сориентировалась. не-не-не-не-не, ну, видно, что очень-очень много умной работы провели. Я тоже немножко, я тоже немножко. То есть, где-то тоже вот иногда мигай розовым, больше мигай желтеньким. Наверное, здесь слишком уехала в сторону. Стоит подсечь. Слишком глубоко занесла. То есть, она где-то здесь раздваивается. Уточнить. Вот эти уточнения, они в процессе работы происходят и действительно делают все более похожим. но иногда приходится перекрашивать целый кусок, когда вдруг обнаруживаешь. Ты вроде его писал, 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 вдруг обнаруживаешь, что ты не попал. Какая-то неточность была. То есть, ты видишь, я иногда прям по темным линиям прохаживаюсь, сбиваю их напряжение. Я думаю, чем приходится потенциально негативно. Ну, некой вот этой светлостью. Вот эту светлостью лица. Просто прошелся. Ведь там не так они выражены, как вот в этих местах. Правда? Вкладочки. Я их чуть-чуть сбил. Я их успокоить. Причем, можно иногда усилить складочки, иногда их же успокоить. они и в этих момент. И их в этих , , они , СМС-САУТКИ Сейчас я уже чередую прикосновения перпендикулярные с расштриховочками. Перпендикулярно мы самые уже тонкие вещи позволяем себе вот этот характер укладки. Ну вот носичек, кончик носа особенно это повод розовую употребить. Я говорю, хотела бы я, чтобы моя внучка нарисовала процвет бабочками. Ха-ха-ха. То есть, когда тебе вот та подсталка не нужна, то это так. Хорошо? То есть, мой характер работает теперь такой. Ну, можно, можно и такие горы, просто они уж немножко свирепые. Давай их немножко успокоим, чтобы они такие драконистые чуть-чуть. Успокоим. Чтоб зритель не боялся этих гор. Чуть туда, правда? Вот. Сама укладка хороша. Причем правильно. По склону. По склону. Все правильно. Единственное, что здесь немножко освещено. Освещено. А здесь больше в тени. Можно чуть усилить, чуть усилить вот эту кромку, которая на нас вышла. Которая на нас вышла. Вот сюда, да? Вот этот зубчик. А сюда, плюс коричневизна, и у тебя теплота появилась. Чуть-чуть вот эту легенькую коричневизну. Можно к этой коричневизне даже разрезу добавить для настроения. Чтоб она не была совсем уж коричневой. Хорошо. Да? И вот прямо вот по склону. По склону. Показала. Если вкусно легло, допустим. Так и оставила. То есть не значит, что надо подливать до того состояния. Если вкусно легло, то достаточно. Хорошо. Там больше характер склона вот такой. Показала вот этот склон. Да? Смотри, как она укладывает. Беливца. То есть снег. Уложить чиркотельно. Вот так вот, плашмя. 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 Мастихин. То есть вот он и провис туда, в ущелье. Плашмя. И лежит прямо по кромке. По кромке. А где-то по кромке и не лежит. Спустился. Сюда. Чуть-чуть. То есть прямо вот этот рисунок. Раз. Раз. Расследуем. Хорошо? Давай в таком ключе. Значит, можешь подсбрить, положить сама. Можешь продолжить доукладывать. И доложить где-то снег. Там где-то темный, да? Темный ребро тоже его показать. Так. Давай моречку дадим содержание. Чуть больше вещества захватим. И нарочитую лежачусть моря упакуем прямо. Очень горизонтальная укладочка. То есть здесь нам как раз горизонтальная укладка была не нужна. Здесь лучше несколько хаотично. Вот может быть даже вздымательно. А здесь нарочитая лежачая укладка. Прямо как стол ровно. Хорошо? Уложишь. Лучше мы ее положим сверху. Вода имеет собственную тональность. И нам важно, чтобы эта темность, чтобы вода чуть темнее, чем небо. Показать это. А потом сверху на эту некоторую темность положить уже густой мазок оранжевого. Так будет лучше, подручнее, умнее. Поэтому уложишь вот это. И сейчас я дам небольшую кисть. Для дальних горочек. Для дальних горочек вот этих. То есть где-то там вдоль линии горизонтика у тебя будет тоненькая полосочка вот этой. Они даже где-то чуть-чуть друг друга заслоняют. Можно сначала дальние положить. А потом их заслонить более близкими. А потом их может быть еще более близкими под заслонить. И только потом уже вот эту вот оранжевую линию. Потому что если мы ее сейчас оставим, и будем вокруг нее плясать, мы сойдем с ума. А как мы ее сверху потом упаковали? После того как мы все в надальнике разобрали. Хорошо? Вот. Значит здесь желательно, если возможно, кисть в тряпку вытереть, вытереть, вытереть. И дать больше. То есть характер штриха упаковать в высоту. Единственное, он толстый. Толстый. Моя все больше будет. Естественно. Всякий раз, когда мы хотим уточнять. Мы уточняем все больше в ширину. Это нормальный процесс. Надо однажды с ним столкнуться, чтобы понять, что ай-яй-яй. И больше, ну и блести себя от этого расширения. Значит возьмешь снова розовинку в голубинку. И замажешь. И вернешь фоновые настроения сюда. А потом опять начнешь раздвиняться. Хорошо? А что? Оставим толстыми или еще толстыми? Нет. Ой, как красиво. Импрессионистично. Молодцом. Супер, супер, супер. Так, ну раз ты так красиво и импрессионистично работаешь, может быть сначала кистью? Давайте мастичным. Мы потом зайдем мастиками. Значит, синечка, коричневиночка и вот чернявые места бинограда. Нашвыряем их. Нашвыряем, нашвыряем. То есть сначала вот такое, вот такое. А уже потом сверху на это будем набрасывать Сами лепесточки, да. Светленькие. То есть вот на эту мглистую уложенную кистью будем уже набрасывать лепесточки сверху. А уже потом еще и лепесточки. То есть по мере заслонения. Вот эту розовиночку подсунем обязательно. Вот эти крыши, которые там залегли. Хорошо? Давай. Тенистость под этих крышей. Так, у тебя там галила заканчивается? Сейчас, сейчас, сейчас. Слушай, ну это же уже художник делает. Смотри, что делается. Слушай, культурка укладки какая. Культурочка какая. Молочага. 2 километров. Слушай, немножко и вот этих нарядностей. Не, ну это культурная укладка. Это все культурненько. Плюс. Вот эти сочетания цвета, хорошо? Угу. То есть где-то прямо нарядность эту уже подсунешь. Вот такое, вот такое. Смотри, какая у нас мера вязкости хорошая. Мера вязкости краски. Как она позволяет себя упаковывать. Угу. То есть вот я сейчас просто щупаю, а мера вязкости просто идеальная. То есть вот прямо идеально можно упаковать. Ты посмотри, что делается, правда? Заиграла. То есть вот этих вот нарядностей кое-где поподсунешь. Ну да, вот этот вот у меня не получается. Вот такой вот. Ну разберите чуть-чуть его. Так он... Если что, создать условия для вкусного цвета. Тоже вон белильца у тебя. Вон этот ключик. Угу. Просто взяла, более нарядненько. И вот у тебя. Аааа. Вот так вот смотри. Возьми, возьми. Вкуснячки. Давай. Угу. Так, дай-ка постою. Угу. Хорошо уложила море. С лодочками можно вот так белым сначала. Это действительно хороший ход. А можно было бы даже и вот прямо этим. Просто направление краски изменить. То есть вот тем, что даже ты бы просто уложила. Угу. Наверное слишком близко. Угу. 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 Получится вот такой серенький цвет Который в принципе вполне Подходит для теневых Этих лодок Вот он Там их целый сгусток Вот мы их нашвыряли Здесь вот этот Подиум Туда что-то уходит Сюда что-то выходит Вот траектория вот этого выхода Островка Вот траектория вот этого Стены Вот к нему паркуются вот эти лодочки И в этих лодочках То Вот так тенисто То Какие-то светотики На макушках Причем Показать идею множества Не показывать прорисованность лодок А идею множества Там что-то мигнуло Красненькое Там что-то мигнуло Открытое беленькое Понимаешь Идея множества Там могут быть даже Какие-то может быть Антенки Или мачточки У мачточек Может быть Могут быть перекладинки И даже вот так Может быть Логично? Мерцательный эффект То же самое Если что Можно чуть-чуть Себе Сделать Подсказки Где у тебя что В этих лодках Потому что ты ничего не меняешь В цвете Только делаешь Обозначение Рисунка Еще одна сзади лодочка Здесь вот это Крыло То есть Вот Взяла И как будто ногтем Делаешь эти обозначения Себе Значит Чуть пусть торчит Другой меньше торчит Заслоненность Друг друга Лучше показать Здесь они Встык А нам лучше Показывать заслоненность Тогда эффект Ухода Прямо смотри Появилась Змейка Ухода Этих Этой стайки Давай Наполняй Наполняй Здесь рыженький Хорошо Давай Туда Тоже Да Да Только Не поднимай Не поднимай Этого достаточно Если что Пальчиком Сделаем Вот эти Обозначения На макушке Путь Загонишь Прикольно? И сразу кажется Что это далеко Правда? Да А это наоборот Выразишь Принятно Здесь тоже Возьмешь вещество Оттуда И обязательно Прямь Хорошо? И вот у тебя Вдаль ушло Потом чуть-чуть Что-то Выразило Оно? Нет Давай Потом пришел Ну и наполню Дальше Может быть Умягчить Это место Смотри Вот Сухомятки Смотри Какая сразу Приятность Пушискость Тоже Если что Где-то Чуть-чуть Умягчить Но опять же Ты видишь Я не все Умягчил Что-то Оставил Что-то Что-то Умягчил Вот Эту Чуточку Может быть И на Вот Вот Это местечечко Еще Высветли Тогда Будет Такой же Эффект На носике Правда? Кругленькость Понякся Мне кажется У того Глазика Слишком Много Там У него Здесь Уже Простая Ситуация Здесь Уже Нет Такой Корявости Потише Ну Если я что-нибудь Правильно вижу Смотри Вот Здесь Уже Покой Вот Там Беспокойство А Здесь Покой И Чуть Ближе К Глазике Чуть Ближе Чуть Чуть Отсечь Вот А Смотри Где-то Мутно Смотри Как Хорошо Причем Надел Коряжистости А потом Где-то Пальчиком Чуть 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 И Смотри Усаживается В среду В среду Тела Понимаешь Это же тоже Метод Да? И прикольный Умница Что вы творяет Другой Какой-то Главное Чтобы в тоник Попало Чтобы в степени Темности Смотри Это На свету Да? На свету А это Синий Здесь Белый Белый Подзбреем Его Вернем Вот эту Укладку И вместо Откровенно Белого Возьмем Прикровенную Белую То есть Чуть Чуть Вот Такой Как Как И прилично В тени Правда? Давай Белый В тени Белый На свету Умонька Шикарно Дека 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 Отличные Горочки Такие Культурненькие Причем С такой Легкостью Хорошо Облаченненький Значит Та же История Цветовая И начинаешь Лежачая Кисть Наштриховывает Дымчатость Облаков Правда? Смотри Причем Ты видишь Я сейчас взял Не Агрессивные Темные А некий Средний Между этим Этим И этим И указывает А потом А потом Там Агрессивнее А там Светлее А вот Вы видишь Совсем светлые? Это можно пока Проигнорировать И дальше Пойти Единственная Какая проблема Мы когда Начинаем Уточнить Мы все Уточняем 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 И в итоге У нас Небо не остается Значит Беречься От уточнений Которое Съест небо То есть Пусть облака Лучше будут Они пусть Чуть меньше Зная Проблему Что мы Любим Увеличить То там У нас Увеличен Кувшин Без меры А сейчас Могут быть Увеличены Ну Взять на лежачий Покажи Покажи Ага Вот я Как бы Смотри Вот Вот Как бы Отдаю Не заслоняю Даже Как бы Отдаю И вот Вот Прямо Лежит Ноги Внятные Смотри Не сделав Внятные Ноги Многое Непонятно Что Вот это За ком А появись Ноги Уже Уже Кое-что Суновится Понятно Рефлекс Рефлекс Иногда Подступают Даже К самому Краю Стекла Иногда Иногда Край Виден А иногда Теряется Причем Даже если На На натуре Это не так Мы знаем Мы знаем Что это Красиво И делаем Стараемся Сделать Так То у нас Край Обозначился То он Исчез Это Красиво Согласна А когда От края До края Одинаково Некрасиво У стекла Может быть Цвет Собственный Да Например Голубоватый Можем Можем Смотри Как Свежо Стало Выглядеть Наше Стекло Правда Да 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 Не обязательно Там устраивать Целую историю Посмотри Причем Это ж баловство Было Да Это ж не было Сделано Прицелившись Ну потому что я знаю Что достаточно Нам обозначения Блик Он может иметь Идею окна Ему Вторят Блики Где-то Там Внутри Стеклянную Стеклянную Намечечек Важно что ты поработала над этим пятном Немножко Вникла в него В том числе и увидела А как должно было бы быть сделано Да То есть это тоже Результат Если у тебя в конце работы Останется блина Ты возьмешь Сотрешь это пятно И сделаешь И сделаешь Ни за что Ни за что Ну зато у тебя есть такая возможность Правда Да Можно повторить Темно снизу Да Такая весомость Сразу стала Вот я здесь тоже Разбил И Ну и нету там Линии Не читается она И пусть не читается А здесь может быть где-то наоборот Прочтем ее Усилием Да у меня еще толще Да У меня толще Дело вообще тут не в пальце А в том Как мы ими пользуемся Так Листья сейчас очень симпатичные Давай Развивай успех Вот там Я думаю ты помнишь Как там было Да помню Но никак не получается Это же надо как-то краем пальца Нажать Сделать границу Смотри Смотри еще раз Значит когда я делал Вот эти вот лепесточки Я что делал Сдал краску И пошел туда Пошел туда внутрь А оттуда изнутри Вынул Это для таких лепестков А для таких Вот оно Вот оно Баловство Вот такое Давай Ну-ка Красота Так Хорошо Потому что Заблудилась Где там тени Где там сладо Да-да-да И как-то оно так Посмотрите Сейчас появится Вот эта история А она такая Звучная Мало того И здесь у нас Тенистости Прямо Тенистости Тенистости Небольшая Я тоже Так думаю Сам холст У них Очень хороший Но Они думали Что без Без доски Это перекладинки Жизнь не мила Но это же Типа они Улучшили Вот Но надо как-то Меньше нажатием Добиться Хорошо Хорошо Глубоко Вышло Сюда Вот Самой Вот этой Красноте Можно Дать Усиление Усиление Такое Усиление Хорошо Смотри Как Какой Солнечный Правда? Причем Можно чередовать Его С холодностью Розового Вместе Смотри Как красиво Правда? Причем Вот эта грязь Са Которая не тщательно Подмешалась Прекрасно Скажите То есть Вот так Тем Что мы Подожгли Это место Мы сразу Солнцу Дали Просто Праздник Чтобы Этот праздник Солнца Еще Усилился Можно Ближе К этому Свету Усилить Нарядность Нарядность Вот этих мест Не по всей Даже Длине А вот Да Ближе Даже С желтотой Чуть Ближе Сюда Усилить Вкусно? Да Причем Периферия Пускай останется Вот никакая Там Вот такое Что-то останется А вот здесь Усилил Правда? Так Зеленью Тоже Там Нет Такого Усиления Да И в зелени Тоже нет Никакого Усиления Но Если мы Играем Солнечный Свет Мы Можем Себе Это Позволить Причем Аж С такой Густотой Я Нарочито Беру Очень Густую Краску Чтобы Размер Листьев Показать Что Листья Здесь Очень Ну Крупноватые Колковатые Такие К ним Компанию Если Не хватает Можно Подсунуть Черноту Тени Да? Здесь Выскочили Чуть Здесь Чуть Выскочили Звук То есть Звуками Работаем Не Срисовыванием Только Но И Такими Какими-то Мощными Наездами Ну Правда Как Этюд Это Уже Красиво Правда? Такое Такое ощущение Что мы Здесь Стоим Прямо Да Хорошо Нам там Было бы Постоять Там Так Красиво Причем В любую сторону Вернись Серенький Серенький Что Вполне Звучит Как Белый В тени Звучит Как Белый В тени Сейчас Я плюс Еще и Голубилку Белый В тени А уже дальше Идут Коричневости Там Вон Какие-то Не потому Что там Именно Такие А потому Что они По характеру Примерно Какие-то Такие Есть Есть такой Да? Здравствуйте, можно забрать в машину? Товар ном 160 Тут же плюс немножко отражение Там оно такое скупенькое Скупенькое отражение Примерно схема понятна, да? Потом это все еще будет доразрабатываться кистью Но это уже потом Для того, чтобы основной характер укладки был именно мастихином Что касается вот того дальнего сооружения Добавить к нему сиреневизны Внятно Чтоб оно стало вдалеке Вот, оно ушло вдаль Вот у него еще отражение Вот это тоже стоит подложить Поскольку тут мощный темный кусок, который держит композицию Угу Давай, уложу Да, все Красиво Красиво? Нет, еще будем дополнять сверху А так и нервокраски хорошую положим Я в плане того, что не размазываю Все очень красиво, да Вполне Начинаются Колонны Да? Начинаем их укладывать Начинаем Давайте, конечно, максимально вертикально Максимально горизонтально Хорошо? Без лишних кривизм Кривизм И вот так Сегмент за сегментом Наупаковать А прорисовывать? Желательно это сработать мастихином Потому что если ты начнешь сейчас прорисовывать Возьми будет много Результат будет Жалкий А от мастихина Результат будет Мощный То есть мы кистью кое-что Чуть-чуть Может быть тронем Но мастихин дает Кистью в смысле тронем Но мастихин даст не жалкость укладки То есть либо мы рисуем Практически архитектурный проект Кистью Либо Вот эти вот нагловатые Выстрелы Хорошо? Давай 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 Расследуй Расследуй С чего-нибудь начни Вот с этой палки И не начнай При Сама Ну Добавляй Слишком белый Белок Даже Ну у младенцев Такое бывает Оно прикольно Знаешь Такие молодые глазки Да Вот Но это невозможно Белочек Такой может быть У младенчика У бабушки Чуть-чуть Мотноватенько Я делаю У меня Очень Ну ты их правильно делаешь Просто Их надо вот Каждую Практически Эту Линейку Вот Рассмотреть Как Целинитр Как Щель То есть Вот Порассматривать их Тонально держишься Просто Это безупречно, это очень важно. Можно два причинника? Тогда тоже будет весело. Еще более жизнерадостнее. Что? Иногда можно даже вот этому месту кибелка дать идею блика. Если он прозвучит, оставим. Наверное, слышно. Нет, пусть лишь тихость такая останется. Так, давай снова возьмем наш инструментарий. И на полчаса вырваться. Так. 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 Угу. Так. 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 То есть ты видишь еще сколько всего недоперечисленного, да? Угу. То есть и по мере перечисления оно хочет приобретать Розовинкой смягчай, если слишком желто. Неравенство двух темностей, вот этой и вот этой. Это менее активно. Вот там чуть-чуть бликовайский. Розовинка. 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 Звучит зрачок и вот это место особенно. Ну, я имею ввиду вот эта вся линейка, поэтому в таком же ключе соединю немножко с верхом, а здесь тоже есть что порасследовать. Ну-ка, ну-ка. Перемусолила, так было красиво. Значит, вот это тоже очень важный элемент задачи для художника. Красивой не переписывай. У тебя личные, твои укладки были очень красивые. Теперь здесь каша полная. Ну, типа задачи другой не поставлены, буду мусолить и дальше. А надо различать красивое, некрасивое. Если иногда нечаянно получается красивое, не важно заметить, оценить это и оставить. Просто не знаешь, чем стереть, как убрать то, чего уже чем-то подпортили. Ну, вот сбрить, например, вытереть тряпкой. Значит, то, что тебе благополучно вначале удалось сейчас осуществить. Причем наспех, потому что наспех у тебя хорошо получилось вначале. И без всякого педантизма, хорошо? Вот. И пойдем срочно сюда. Когда пойдешь сюда, будешь брать много голубого, розоватого и коричневого. Вот сюда. Это теневая часть. Свет оттуда, теневая часть здесь, освещенная с этой стороны. Но, в принципе, и здесь деревья создают некую темность. Накидаешь эту темность, хорошо? Да. Причем штриховательно. Штриховательно. Вот так. Вот так. Штриховательно. Сюда мощно набегаешь. Вот эту темноту. Давай. А он начать закинуть? Да. Вообще не могу. Чего зеленая? Цветная черепа. Вообще сквозь. Значит, изначально у нас облако предполагалось серийное, да? Селеный. Несообразно, как вообще. Значит, розовый голубой равно селеному. А, вот так вот. Розовый голубой, а динамый голубой. А, вот так вот. Вот так вот. Стереть можно, но ремонт будет очень продолжительный. Значит, возвратилась к сиреневому. Ага. Он несколько забьет тебе твой зеленый. Ага. Даже к розовому больше складываю. Он забьет тебе зеленый. Хорошо, хоть остановились. Ну да. Вот. После этого, когда ты доупакуешь в таком ключе, чуть-чуть сполоснешь, помоешь. Создашь плацдан для нарядного цвета. Еще раз полоснешь, еще раз помоешь, еще раз этот плацдарм уточнишь. Возьмешь белильца, розовильца, желтильца. Получился оранжеватый. Сначала вот так, как бы смугло оранжевым пройдешься. Еле касаясь, не вторгаясь. Ну, кофе уже? Да. Можешь чередовать то легкая розоватость, то больше оранжеватость. И то же самое осуществишь теперь с оранжевыми. Композиционно их накидала хорошо, поэтому все должно быть хорошо. Начнешь добавлять вот эти вещи. Если что, чуть-чуть поджижай. Ага. Вот они. И лежачая, лежачая. Лежачая. Еле касаясь вот это. Просто сбрасываешь. Давай. Ага. А вот это вот, это вот. Сюда мы потом начнем наполнять желтоту. И оно станет у нас более солнечным. Так, я бросаю, чтобы ничего не было. Можно, можно. Втирать. Значит смотри. Допустим, у тебя там невкусно. Допустим. Совершенно. Убрала. И по новой. Значит, желательно уйти от панических настроений. Угу. К настроениям любования. Угу. Угу. Переживительно? Да нет, просто невкусно. Вот так делала. Вот так. Вот так. Вот так делала. А мы с тобой? Хотели делать вот этим местом. Вот этим. Ну да. Не вот этим. Угу. Не вот так вот. Да. Как это не получается? Что, не получается повернуть палец больше? Нет. Что, не получается прыгнуть? Неправда. Просто так-то привычно. Ну да. Так-то привычно. А так непривычно. Ну как это вот так? Да. Надо? Давай. Угу. Как красиво. Ой, какие классные штучки. Ой, какие классные. Молодец. У меня такое ощущение, что оно какое-то одинаковое. Где, где, где? Ну у нас еще белый не положен. Да. Белый не положен. Так, а все хорошо. Все, что сделано нового, все хорошо. Делай дальше. Так. Вот это, да? Ага. 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 Ну ничего, ничего. Ну вот тут вот я делаю. Вот здесь хорошо очень. Ну там просто жирно. Да-да-да-да. Я понял. Значит там, где у нас, ну красиво. Ну сказочно так. Ну это я сейчас не доделаю. Просто я бы хотел увидеть от тебя, сейчас, сейчас, вот такого рода, как бы более, более деликатные укладки. Это красиво. Сказочные такие растения. Ну это сначала, а потом... Ну вот хочется дождаться вот такой укладочки. А я думала, что она уже в конце такая должна быть. Да-да-да. Я же говорю, что она больше... А там только я начала тут кусты. А прикольно. Ну слишком кусты тогда. Слишком кусты. Вот меру, меру вот эту. Хочется от тебя увидеть вот эту меру. Тогда с этими всеми вещами расправа элементарная. Вот эту меру. Вот прям покажи ее. Вот здесь она близко. Вот здесь очень хорошо. Это точно ты? Ну да. А, ну вот. Вот. Давай не увлекайся такими густотами. Да. Чуть-чуть спокойнее. Хотя оно само по себе очень красивый звук. Потому что вот такое необычное растение с какими-то крупными листьями. Но хочется увидеть вот эту... Ну хотя увидел, увидел. Ладно, все-все-все. Ладно, не буду. Все, хорошо. Хорошо. Здесь, спасибо. Слушай, здесь хорошо. Очень. Очень культурные места. Ты согласна? Еще три-четыре таких работ и все. И этот язык живописи стал как родной. Я бы тут видел, что надо еще три-четыре. Ну нормально. Ну да. Это ж не только тренировочные площадки. Это ж еще и готовые картины. Конечно. Ну хорошо. Давай. Давай. Ну и явно ты вот эти вот штуки чувствуешь. Чувствуешь вот эти штуки. Угу. Потому что это определенная ментальность. Угу. Потому что у меня вот немножко другая. У меня больше вот такая. Угу. А у тебя вот. Хорошо. Прикольно. Ну да. Недвину еще кучу все. Плюс розовинка. Плюс розовинка. Да? Плюс розовинка. Есть там сиреневатость. Плюс желтинка. Да? Да? Плюс отличный зеленоватый. Да? Плюс. Плюс разбелые. Сейчас. Плюс разбеленности. Этого же. Не активных. Вялые такие разбеленности. Угу. Тихие. Да? То есть они должны быть внятно темнее, чем так. Вот этот мазок, несмотря на то, что он здесь кажется светом, здесь он темный. Наполняешь содержанием вот это, наполняешь. Наполняешь содержанием вот это, уже зеленое содержание. Внизу голубоватый, зелень в пользу голубого. Наверху в пользу желтого. Та же зелень. Да, чуть-чуть. С желтиной. Значит голубой, именно голубой, желтый, будет у тебя зеленца. Здесь есть еще синюшный цвет, его для зелени невыгодно использовать. Наложишь, хорошо? А на переднем плане будет вот такая смешная история. Вот такая. Надо даже стульчик вводить. Передний план это будет вообще одно сплошное развлечение. Кто хочет посмотреть, как траву рисовать? То есть я сознательно бью по холсту. Прямо сознательно бью. Чтобы у меня некоторый рикошет происходил. Чтобы не только простецкий чивяк. То есть вообще-то чивяк. Но некоторый эффект мазка. И от этого удара, который я произвожу, невольно происходит рикошет и чирк. Ну и там всякие цветнотики. Хотим. Сухонькая, рыженькая травка подмешалась. И сколько хотим, подмешалась. Видите, я на ребро поставил холст. Чтобы он не препятствовал укладке. Даже вот эту грязь, которая у тебя тут осталась от сбритости. Ее можно задействовать. Ну, красота же. Эффект множества. И так далее, и так далее. Давай. Значит, сначала горы поукладывала, а потом набомбила. Можешь сначала нарадоваться вот этому. Потом немножко подзбреешь. А потом опять вернешь. Давай. Ну, нормально. Значит, еще более активно теперь. Лежачие кисти чуть-чуть. Более активно некоторые вещи. Вот такие вот. Лежачие кисти. Хорошо? То есть ни в коем случае не заходишь перпендикулярно. Лежачие. И она у тебя, касаясь только по макушкам этих пупырышков на холстке, прекрасно уложит тебе вот эти светлотики. Лежачая кисть уложит светлотики. Давай. Смотри, как они загораются, правда? Да. А здесь же как бы более темно. Ну, и нитровые там ничем. Ну, все равно. У цвета, наверное, еще выглядит. Ну, тюрьмы. Да. Ну, давай сейчас светики накидай. Конфигурации эти, да? Вот. Зигзагообразные. Ну, смотри, зигзаг скорее. Неровная же полоса, правда? Ага, да. Ну, тренировочка. Ну, дай посмотреть. Значит, плохо, что ты на картинку не смотришь. Да, я смотрю. Да? Ну, первое, что можно. Значит, у нас... Вот этот дальний цветок, вот такой гигант. Так? Он маленький тоже. Подожди, подожди. Меньше. Значит, ты не смотришь на картинку? У меня все больше, больше, как кувшина. Значит, будь внимательным. Вот теневое пятно. Вот цветовое. Вот теневое. Да? Вот рыжеватое. Вот холодноватое. Да? Вот это все должно быть вот там. Не что-то, что-то, уже не глядя туда. Сказали, вот так делать и делаю. Ну и что толку? Есть же что расследовать? Расследуй. Дай-ка подержать. Так, ну у тебя все хорошо. Даже не знаю, что тебе сказать. И вот здесь красиво накидало. Вот прям вот такие какие-то эффектные мазочки. Не знаю, как ты умудряешься сгармонизировать вот этот кламничек, Ну, красиво. Очень красиво. Да, это точно не верно. Давай попробуем. Давай попробуем. Сейчас. Сделай-нибудь такого. Выдавим. Макательно. Коротенький такой, коротенький чирк. Вот такое что-то. Вот такое. Я бы вот как там нечаянно розовый подмешивается. И очень хорошо. Мне кажется, что с розовым будет чуть-чуть обаятельнее. Вот такое. Вот такое. Немножко макательно, немножко чиркательно. Ой, как вкусно укладываешь. Молодчинка. Стайками больше, да? То есть не шахматный порядок показываем, да? То есть то густо, то пусто. Так, а здесь у нас на переднем плане еще и какой-то куст. Я предлагаю вместо куста, раз там что-то есть на переднем плане, чтобы у нас было... Хотя, может... Я думал, может цветы какие-нибудь воткнуть? Или цветы перебьют вот эту? Перебьют, да, своей нарядностью? Не надо. Ладно, не будем. Значит, вот этот сухонький мотивчик. Чичко-чичко уже подбросит. Вот этот уход стены. Прямо покажешь стену, потом вот этот сухонький мотивчик вдоль. Да? Вот эти проводочки их. Вот. Стена плотненькая. Такая плотненькая. Ой, как тут еще прикольно вот этот стены касается. И от него еще и тенечки. Несколько листиков. И несколько тенечек. Вот был бы здесь этот серый. Слышишь, как было бы скучно? А так этот голубой сколько воздуха дает, правда? То есть это вот чисто живописные трюки. Пусть немножко загорится, да? Там трубы нет. Но это же будет прикольно, если будет труба. То есть, видишь, верхний вот этот... То, что к кирпичку укладывают. Так, чуть-чуть для конструктивности. Саму идею домика можно подсунуть. Окошечко подсунуть. И уже тогда перекрыть зелень. Пусть... Можно даже утемнить окошечко. Придавить. А что-то оставить вот такой возбужденной красочкой. Еще чуть-чуть туда. Смотри, смотри, смотри. Да? Значит, белится уже, желтится. И вот такие рыхловатые укладочки перистой облачности. Что-то подпредавило. Оно, да? Значит, пощупаешь эти вещи. Плюс пощупаешь... Вот эти макушечки. Макушечки облаков. Которые обращены к свету. Вот, допустим, явная обращенность. Положила, чуть-чуть попридавила. А ну-ка, все, поизачивайся. Ну, красиво. Красиво. Ну, это же уже человек разумный делает. Ну, пусть не так еще технично. Ну, это уже что-то. Здесь дополняла, нет? Нет, мое осталось. Делаешь, правда, из нее капусточку. Ну, да, я форму как-то не могу. Такое, а-ля... А-ля... Ну, а-ля старых натюрмортов. Голландских. Да. Там не совсем эта... Отцент. Не совсем эта история. Ну, все равно красиво. Голланд. Нет. Здесь. ? Р Hassан. Whitaker. Вот. Не буду трогать, потому что авторская и терпимая вполне. Бутончик при собачке ничего не стоит, ты так говоришь как будто я в этом виноват, что у тебя в бутонах нет. Я вот думаю, он же толстый, круглый. Теперь ты хотя бы не будешь делать преступным образом, а только приличным. Значит, чуть-чуть потренируешься и получится. Вот что-то вот здесь хочется еще. Давай. Несколько ребятушек тут. Пацаны. Твоя задача любить конкретно вот эту картину. Ты же ее пишешь и тебе ее любить. А если ты будешь сильно на других оглядываться, то и эту не полюбишь. И не надо что-то. Алло, а это Печорская 6. Мне звонили, потому что не ответили. Пошли. Пошли. Да, да. Палет. 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 О, да. О, не Ende. Сонечко. Листик там какой-нибудь вытащили, чтобы там не было ему сильно одиноко. Прекрасно. Здорово. М most important to his다면 everyone will fall alone. Тогда и здесь чуть-чуть выпустим листиков. Хорошо? Дорисуешь их? Да. Чуть-чуть. Буквально их до вот такого состояния. А здесь немножечко. О! Красота! Можно еще чуть-чуть темности. А тени достаточно? Вот здесь еще чуть-чуть темности. Глубокости. Да, со стороны тени. Угу. Давай. Здрасте. Тебе еще впереди план делают. Чуть-чуть. Чуть-чуть наоборот свет. Надо знать вот сюда. Ага. Плоскость тут обозначится. Да? Вот! Руковрец. Ну да, попадаем чуть-чуть. Давай пару лепесточек. Тень и сверху лепесток. Давай. И мои поправь. Я поправлю ничего. Хорошо. Хорошо. Слушай, как я рад за тебя. Ты прямо такой быстрый переход сделала от слабенького к хорошему, качественному. Чуть-чуть усилим. Это прямо так оставить? Сейчас, сейчас, сейчас. Вот так, да? То есть на плюс не делать обязательно от деревьев, чтобы шел. То есть вот подрастворить их потом с небом, да? Угу. Ну вот и там замерцало, замерцало. Ну да. Стало весело. Может быть еще парочку вот этих вот солнечных, вернее просветов неба. Может тут немножко теплое дерево подсунут. Да, так светлее, тем более там просвета. Угу. Еще один слой, так сказать. Это поднялось, опустилось. Поднялось, опустилось более крупное. Ну то есть ступенчатая тазь, да? Ступенчатая тазь. Это заслонило то. То заслонило то. Понимаешь? Чем больше заслонило, тем больше эффект ухода в пространство. Вот у меня, Игорь, вот мы получились вот эти вот. Я их тут мазала, и они какие-то вышли некрасивые. Потому что у них все-таки такая форма, не просто, а вот как бы они выделены. Типа розы, да? Откровенно. С чашечкой такой, да? Угу. Угу. Тоже жду удачу, когда произойдет удача. Они передний план взяли, да? Да, и заиграли. Нормально. Хорошо. А, а человек у нас будет? У нас же что за традиции? Ну да. Сделающую пару. Вот. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...